Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах, которые меня вдохновляют. Так или иначе, все ароматы меня вдохновляют. Ароматы это мой такой якорь, мое хобби, моя отдушина. Я люблю ароматы, люблю слушать их, нюхать, говорить как угодно. Обожаю читать про ароматы, обожаю смотреть фильмы о ароматах, обожаю просто перебирать эти флаконы, ходить в магазины, что-то нюхать новое. Это такой классный процесс, он всегда меня заряжает и всегда меня вдохновляет. И вот я изучила, стояла очень долго у своего шкафа, посмотрела и поняла, что именно вот эти ароматы будут в этом видео. И давайте начнем. Первый аромат, который я вам хочу показать, самый такой вдохновляющий, это Шанель номер 5, у меня Eau de Parfum. У меня еще был чистый парфюм, но я его подарила в Японии нашей родственнице. Eau de Parfum, Шанель номер 5. Почему она меня вдохновляет? Я художник, я рисую, я пишу картины, я график. Ну, в общем, много чего я люблю делать, вдохновение иногда есть, иногда его нет, это как, знаете, как ветер подует. А вот когда я пишу картины, я очень люблю писать картины именно в Шанель номер 5. Не знаю, вот она меня так прям бодрячком и держит, и я могу прям на одном дыхании, что говорится, что-то там создать. Благодаря, может быть, ей. Потому что, да, есть в ней какая-то такая и сила, и в то же время расслабленность и спокойствие. Ну, о Шанель номер 5 можно говорить вообще бесконечно. Для меня это самые вообще восхитительные альдегиды. Странные, необычные, ни с чем их не спутаешь, на всех она раскрывается по-разному. Поэтому я очень люблю Шанель номер 5 именно вот для своего творчества. Мне вот как ни один другой аромат подходит. Следующий аромат, вот вы сейчас удивитесь, тоже я люблю, когда я дома рисую, я люблю Красную Москву. Именно когда дома вот такая спокойная атмосфера, никого нет, у меня там выходной или еще что-то. Или мне нужно по работе что-то сделать, нарисовать. Вот это вот тема. Я не знаю, что такое. Вот эти два аромата, вот они меня вот самые такие вдохновляющие художественные мои помощники. Они меня как-то заряжают, бодрят. Я пью кофе, иногда выкурю сигарету. И вот эти вот ароматы. Красная Москва вообще удивительный аромат, на мой взгляд. Незаслуженно как-то его обошли вниманием. Мне кажется, если сейчас сделать такую классную компанию, как, например, Шанель даже, это премьер сделали с молодой дочкой Лили Роуз Депп, с дочкой Джонни Депп и Ванесса Паради, вот что-то такое же надо сделать с Красной Москвой, возродить это все. Потому что, на мой взгляд, это безусловно шедевр и лицо нашей вообще страны. Это очень здорово. Пусть это будет, пусть об этом знают. Я бы хотела, да, я бы хотела бы это все возродить. Дайте денег. Дайте денег, я все сделаю. Ну, это классно, да. Красная Москва – это великолепие. Далее. Сейчас у нас начало лета, и я поняла, что я просто не смогу жить летом без аромата Лилабо Иланг 49. Я уже давно заглядывалась на него, у меня был, значит, выбор Ирис или Нуар. Ну, я взяла Иланг, потому что он меня вдохновил. Вы знаете, у меня он вот прям просто, вот я закрыла глаза и увидела, вот я еду с открытым верхом. И такая вот прям вся, и лето, лето, жарко, жарко, шляпа улетает. Ну, реально вот такая вот у меня картина нарисовалась. Может, конечно, я бы, я и никогда не проеду с открытым верхом, но тем не менее, аромат у меня есть. И это мое вдохновение на наше лето сейчас, на наше австралийское лето. Аромат жаркий, аромат сочный, очень-очень эмоциональный, очень такой яркий. Он просто сбивает с ног, он захлёстывает, вот столько эмоций. Тут на самом деле иланг, конечно, такой яркий, сочный, свежий. Но тут я ещё и слышу и ирис, между прочим. Кто любит ирис, попробуйте, послушайте этот аромат. Причём такой вот конкретный корень ириса, мшистый, уж не знаю почему. Ирис, почули, тут всё. Тут всё, вы знаете, мне кажется, тут найдёт своё счастье любой парфюмоньяк. Вот в этом вот иланг 49. Он вначале, может быть, покажется вам каким-то таким слишком-слишком чересчур, потом привыкнете. Я уже привыкла и уже просто плеваюсь им, хожу и балдею. Так что да, вот иланг 49 вдохновил меня на лето, на хорошее настроение летнее. Ну вот как-то, знаешь, зарядил на позитив, на три месяца вперёд. Обожаю. Следующий аромат – моя рабочая лошадка, скажем так. Я обожаю ходить с ним на работу. Это Com de Garçon Dote. На работе он ведёт себя великолепно. Всё время классные дни с ним, продажи хорошие. Ну и вообще, я не знаю, такой аромат, знаете, он позитивный, очень позитивный. Вот просто он как витаминка. Знаете, когда вы пьёте с утра витамин С, если вы пьёте, например. Я иногда люблю вот эти вот в растворимых таких круглых таблеточках кидаете, она пшшшшш, и вы потом пьёте такой запах специфический. Вот это мне напоминает этот аромат. Яркий, позитивный, такой, знаете, энергичный, то, что нужно для работы. Так что, ребята, если вы так же, как я, много работаете где угодно, хоть в офисе, хоть где-то на свежем воздухе, но иногда, знаете, нужен какой-то толчок, нужен какой-то стимул, вдохновение, знаете. Вы же не можете каждое утро просыпаться, ой, я так люблю работу, я бегу на работу. А вот это вот вдохновляет на какой-то такой, вот знаете, хороший рабочий настрой. Меня лично. Попробуйте. Мне нравится. Следующий аромат, я уже его показывала много раз и говорила о нём, это шипер от бренда Mikalev, называется Jewel for Her. Он меня вдохновляет на поступки. Ну, то есть как, я не хочу сказать, что я вот прямо им надушилась и пошла там с молотком деревья пить. Плохой поступок. Нет, ну вот на какие-то, если вот что-то такое у меня происходит, какая-то там встреча важная, или я что-то нервничаю, или меня как-то вот некомфортно, надо же быть в тонусе, надо же быть на высоте, тогда вот он мне приходит на помощь. Он меня вытягивает, мой стержень. Ну, да, Jewel for Her это, конечно, такой, знаете, помощник. Помощник, если вам тяжело, если вам неуверенно, если вы неуверенно себя чувствуете в той или иной ситуации, вот с ним вы будете вот как бы, он как броня такая. Такая хорошая, хороший, хороший, шипровый, прекрасный. Прекрасный аромат, не буду много о нем говорить, уже сто раз говорила, очень его люблю. По-моему, его сейчас уже сняли. А если найдете где-то, берите, не пожалеете, бесподобно. Дальше аромат вот этот, суеверный, суперстишес от Фредерик Маль и Альберта Эльбаза. Знаете, может быть, как-то я сейчас выражусь, он меня вдохновляет на любовь. Ну, вот он любовный аромат, он интимный аромат. Это такой вот, знаете, вот аромат для двоих, у меня муж вообще его обожает. Он, как бы, это вот тобой пахнет, это вот ты в аромате. Я даже не могу его особо носить куда-то, потому что это вот только для нас такой вот он спешл. Очень люблю его. И, как сказала, да, он меня вдохновляет на какие-то такие вот нежности. Вот этот вот аромат, ну, шедевр. Шедевр Рапиона Фредерик Маль, бесподобный дизайн флакона от Эльбаза. Бесподобный, бесподобный. Опять тут очень красивые альдегиды, такая мыльная роза. Невероятный, невероятный, очень стойкий, очень шлейфовый. Ну, я не знаю, я не приверженец того, что, знаете, муж говорит, не носи, и ты не носишь. Но в этом данном конкретном случае я не ношу, потому что он, да, он очень интимный и такой, понимаете, классный. Следующий аромат – наркотик Винос от Носомат. Это аромат моих праздников. Когда я в этом аромате, я все время на позитиве, я все время вдохновляюсь и вдохновляю окружающих на какое-то движение. Вот тут не знаю, это вот вечеринки, это какие-то пикники, это что-то такое. Ну, реально, этот аромат – праздник души. Вот с этим ароматом что угодно. Вот что угодно – веселье, друзья, семья. Обожаю. Как я его люблю. Я всегда его наношу, когда у нас дома гости, он меня вдохновляет на хлеб-соль. Ну вот, да, так и есть. Я люблю, когда у нас гости дома. Обожаю встречать гостей, принимать, готовить, общаться, танцевать, слушать музыку. И вот я все время в основном вношу этот аромат. Вот видите, у меня уже почти половины флакона нету. Любим мы гостей. Дальше. Два аромата будет еще. Опиум. Black Opium. Это такой богемный аромат. И у него вот реально такой богемный настрой. Я его носила крайне редко, ношу крайне редко. Один раз я его одевала, вот прям, как сейчас помню, очень так строго оделись мы. Мы ходили с девочками в очень такой ресторан такой необычный. Вот я его одевала, и вот это вот было вот прям в тему. Он вдохновляет тебя быть такой немножко стервой. Такой вот, знаете, надменный немножко, артистичный. То есть, если вам в жизни не хватает страсти, драйва, какого-то, знаете, интриги, попробуйте этот аромат. Вот он реально придает какой-то вот, вдохновляет на какие-то такие поступки. Но вот он, есть в нем что-то такое стервозное, безусловно. Иногда же хочется поиграть. Вот этот аромат в помощь. Шикарный, шикарный black opium. И последний, заключительный аромат Portrait of a Lady от Фредерика Маля. Я уже 150 тысяч раз говорила, как сильно я его люблю. Я его обожаю, обожаю, обожаю всей душой. Для меня это просто божественный аромат. Яркий, звериный, сексуальный. Вот просто, знаете, он вот прям пышет вот этой энергией. И вот он вдохновляет. Он у меня всегда в сумочке. И если вдруг куда-то мы потом, после работы я устала, и, ну, нас часто приглашают куда-то после работы, еще что-то. И чтобы как-то меня взбодриться, я все время его наношу, и все. Он меня открыляет. Он меня вдохновляет быть опять элегантной, свежей. Ну, понимаете. Он классный. Он, безусловно, на любителя. Его, мне кажется, ну, не то, что поймут не все. Ему, может быть, поймут все, но он понравится далеко не всем. И это хорошо. Это хорошо, потому что он вообще, он... Крыша у меня от него просто едет. Вот он такой, да. Он именно вдохновляет быть женщиной. Вот такой вот аромат. Просто предел женственности. Все. Ой, нет, подождите. Еще один аромат. Самый главный. Вот у меня два аромата таких вечеринок, да. Вот этот наркотик и вот этот. Это, конечно, безусловно. Это Иврес. Вот Ивсен Лоран. Это шампанское. Кто не любит шампанское, поднимите руку. Я обожаю шампанское. Вот была бы моя воля, я все время пила бы только шампанское. Оно такое дорогое. Ну, и как-то, не знаю, иногда хочется менять. Но вообще шампанское, это, конечно, в приоритете у меня было всегда из таких напитков, да. И вот этот аромат, он, когда я его увидела и, конечно же, его сразу же купила, это шампанское. Это фрукты, это шампанское, это веселье. Конечно же, это вот вдохновение на какие-то такие безумные, веселые денечки, вечерочки. Отдых. Вот это вот отдых. Вот это отдых во флаконе. Будь то это вечером куда-то вы пошли отдыхать, или это отдых, куда-то вы поехали отдыхать на море. Это будет ваш верный-верный спутник. Не даст вам заскучать. И в рез. Вдохновение можно найти в чем угодно. В книгах, в искусстве, в кино, в прогулках по городу. Ну, если вы любите ароматы, то, конечно же, вы найдете вдохновение в ароматах тоже. Все. Пишите ваши вдохновляющие ароматы. Мне будет очень интересно почитать. И с вами была Аленка Блок. Всем пока. Всем пока. Ча-ча. Пока. Пока.